И всем доброго времени суток! В эфире Инсталайв для абитуриентов. Сегодня поговорим о поступлении в Институт экологии и природопользования Казанского Федерального Университета. В ходе нашего прямого эфира вы можете задавать вопросы о приеме, а также узнать об особенностях образовательных программ и учебном процессе. Присылайте свои вопросы в Инстаграм-аккаунт Казанского Федерального Университета. На все ваши вопросы с удовольствием ответят заместитель директора по международной деятельности Тимур Ауходеев, старший преподаватель кафедры почвоведения Людмила Рыжих и студент профорг-института Анастасия Возисова. А, собственно говоря, для начала, наверное, Тимур Инатович, слово вам. Расскажите, что из себя представляет Институт экологии и природопользования в 2021 году? Здравствуйте еще раз. Спасибо, что у нас появилась такая возможность, возможность пообщаться с нашими абитуриентами. Несмотря на то, что всем кажется, что эта приемная кампания как-то далеко, на самом деле с каждой нашей встречи она все ближе и ближе и ближе. И, собственно, наше такое знакомство, наше постоянное общение, наверное, заводит уже такую дружбу между институтом и абитуриентами, которая приведет к тому, что абитуриенты придут к нам в статусе уже студентов, а может быть в будущем мы будем коллегами. Институт экологии и природопользования – это институт с богатой историей. В настоящее время, в эпоху таких глобальных вызовов, институт занимается решением, по сути дела, всего каскада экологических проблем. И так, например, для подчеркивания такой актуальности, наверное, направленности нашего института, стоит упомянуть, что на крупных экономических, политических форумах первые лица государств, как правило, обсуждают и вопросы изменения климата, изменения окружающей среды, может быть, каких-то мер, разработки мер по адаптации к этим изменениям, или, может быть, по предотвращению или недопущению каких-то негативных последствий. И институт в настоящее время реализует четыре направления бакалавриата. Это самое крупное направление – экология и природопользования, это гидрометеорология, это почвоведение и землеустройство и кадастры. Важно отметить, и мне хотелось бы об этом сказать в самом начале, что институт развивается, меняются программы вступительных испытаний, меняются и перечень экзаменов, которые необходимо сдавать. И вот хотелось бы прям красным-красным подчеркнуть, что с этого года у нас на экологию поменялись вступительные испытания. Так, например, на экологию и природопользование в настоящее время в этом году нужно будет сдать биологию, математику или химию и русский язык. С абсолютно таким же набором дисциплин поступить можно будет на почвоведение. Для того, чтобы поступить на землеустройство и кадастры, необходимо будет сдать математику, физику или информатику и русский язык. И чтобы поступить на направление гидрометеорология, нужно будет сдать математику или информатику, русский язык и географию. То есть, таким образом, вот у нас в этом году такое важное изменение, что на экологию не нужно сдавать географию. Институт является современным. Институт обладает лабораториями мирового уровня, что, в общем-то, позволяет делать соответствующего уровня и заниматься наукой на соответствующем уровне. Институт постоянно развивается, идет в ногу со временем. И так, если заглянуть в популярный ныне такой атлас профессий, где отражены профессии будущего, то там достаточно много профессий посвящено, по сути дела, экологии или разным отраслям экологии. И там перечислились некоторые профессии, очевидно, их будет больше. Поэтому наши выпускники востребованы и сейчас. И важно отмечить такую цифру, что более 80% наших выпускников идут работать по специальности. Они также будут востребованы, очевидно, и в будущем. Поэтому для сомневающихся, в общем-то, важна наша встреча. И она позволит развеять те сомнения в том, куда нужно поступать. Очевидно, поступать нужно к нам. Кроме того, у нас очень активно так внедряются информационные технологии. И также можно увидеть, что у нас в большинстве, на всех перечисленных направлениях, так или иначе присутствуют современные технологии. Это моделирование различное, это ГИСы, это геоинформационные системы, это программирование и так далее. И, по сути дела, каждый, кто со своими интересами придет и поступит в наш институт, он найдет в себе сферу деятельности, собственно, по душе. И кроме того, лаборатории и кафедры, они взаимодополняют друг друга. И поэтому, собственно, нету вот таких вот четких границ, что вот вы поступили на это направление, занимайтесь узко вот в этом направлении. У нас абсолютно такой вот творческий процесс, творческий подход и очень широкое поле деятельности. Ну, к обсуждению всего творческого процесса, творческого подхода мы еще обязательно вернемся, как, кстати, и к обсуждению базового набора ЕГЭ. А пока давайте с главного вопроса. С какого числа начинается прием документов и нужно ли в этом году приезжать лично? В этом году, как и уже стандартно, традиционно, прием документов начинается с 20 июня и продолжается до 25 июля. Но важно отметить, что если вы выпускник среднего профессионального учебного заведения, то вам необходимо подать документы до 10 июля, так как вам в этом случае предстоит сдавать внутренние испытания, которые пройдут в срок с 12 по 25 июля. Отвечая на вторую часть вопроса о том, необходимо ли приезжать очно, стоит отметить, что, конечно, в этом году режим уже более такой ослабленный, облегченный режим, когда можно очно приехать, если вы хотите познакомиться с институтом, познакомиться, возможно, с нами, с городом и так далее. Однако сохраняется возможность подачи документов и дистанционно. Вот смотрите, сказали про выпускников колледжей и техникумов, а для иностранцев какие-то смещения по датам предусмотрены, им тоже надо в более сжатые сроки? Для иностранцев приемная кампания стартует уже вот-вот с 1 марта. И я хотел бы обратить внимание, что при регистрации на портале Буду студентом в нижней части вот этого окошка регистрации есть выбор категории абитуриента. И там есть иностранный гражданин, и тогда личный кабинет несколько отличается. Он содержит поля, которые необходимо заполнять именно иностранцам. И важно тоже хотелось бы подчеркнуть, чтобы, когда вы будете заполнять личный кабинет, чтобы вы указывали корректно свои контактные данные, так как сотрудники приемной комиссии могут с вами связаться. И указывайте, пожалуйста, не только там номер телефона, почту, там также можно указать в социальной сети. Это может быть необходимо нам. Смотрите, есть у нас такой вопрос. Нужна ли медсправка 086У при поступлении в ваш институт? Насколько мне известно, это вопрос к вам или мне ответить? Ну, я тоже могу ответить. Вот, давайте мы адресаем. Нет, эта справка не обязательно. То есть, наше направление подготовки не подразумевает ее получение. А для заселения общежития нам достаточно справки от дерматолога, анализ на кровь и... Ну и все. Этого достаточно. А вопрос, в принципе, очень популярный. Если я не поступлю на бюджет, нужно ли мне подавать документы на коммерцию заранее? Или это потом возможно... Также вот я отвечу на этот вопрос. Действительно, ну, бывают такие случаи, да, что вот там по каким-то причинам вы не прошли на бюджет. В таком случае мы вам советуем заранее подавать действительно документы. То есть, там всего лишь нужно подать, ну, поставить еще одну галочку условно, чтобы у вас также создалось заявление на контракт. Это вас ни к чему не обязывает. Это ни в коем случае не помешает вам поступить на бюджет, если вы на него проходите. В то же время это обезопасит вас от ситуации, когда мы не сможем вам предложить даже вот поступить на контракт на форму обучения. Вот вопрос, который, в принципе, вы косвенно затронули. Правда ли, что в ваш институт можно поступать с ЕГЭ по информатике? Но я немножко перефразирую. Правда ли, что есть направление, где информатика такой главный предмет, вот первый в списке? Это не совсем так. С этого года на большинстве направлений появилась выборность одного из экзаменов. Итак, у нас, например, на экологии предупользования у нас математика и химия, выборность. На землеустройство кадастры – это физика и информатика на выборы абитуриента. На гидрометеорологии – математика или информатика, опять же. Так что информатика у нас присутствует на двух направлениях, и они вот в выборе. Ну и как раз затронули гидрометеорологию. Какие дисциплины на ней изучают? Больше экологию или больше математику? Или, может быть, вообще информатику как раз-таки? Вы тоже давайте ко мне, я как дотент кафедры метеорологии хотел бы отметить следующее, что выпускающие кафедры именуются как кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы. Поэтому как таковая сфера деятельности, направленная на экологию атмосферы, присутствует. В ходе обучения вам предстоит изучать дисциплину, связанную с физикой атмосферы, так как очень важна, в общем-то, отрасль этой науки – это моделирование процессов в атмосфере. Вот мало кто знает, но прогноз погоды любой – это компьютерная модель, из которой просто выбирается конкретная точка, на которую делается прогноз. То есть это очень такая с глубокой цифровизацией. Там очень важная часть принадлежит информатике. Однако настолько широко поле деятельности, что абитуриенты или студенты, которые тяготеют больше к моделированию, они погружаются в эту информатику. Кто больше погружен в географию, те занимаются объективным анализом карт и так далее. Так что тут, в принципе, тоже есть такая вот вилка направлений. И кто хочет заниматься экологией атмосферы, также вот занимается и этими вопросами, и также в их распоряжении сотрудники института и лаборатории всего нашего института, он не изолирован никак. Вот вопрос, в принципе, тоже достаточно популярный. Как проходят экзамены в дистанционном формате, и что делать, если у меня зависит компьютер, пропадет интернет, отключит электричество, метеорит за окном упадет, ну вот все вышекочисленное. На этот... существует порядок проведения экзамена, и внутренние экзамены для абитуриентов, вступительные испытания, проводятся с использованием технологии прокторинга. Это такое слежение за абитуриентом. То есть там все по-честному, действительно. То есть там улавливаются посторонние шумы, если таковые имеются, улавливается подключение периферийных устройств и так далее. То есть технические особенности вы можете также прочитать, не будем на это торазить время. Там же указан и тот факт, что в случае возникновения вот этих вот форс-мажорных ситуаций и в случае их подтверждения нашей стороной, как правило, абитуриенту предоставляется возможность пересдать этот экзамен. То есть в случае чего можно просто спокойно пересдать экзамен? Да, но в случае подтверждения только этого явления. С какими экологическими организациями сотрудничает Институт экологии и природопользования и отправляются ли туда студенты на свою летнюю практику? Ну, давайте мы сначала... Вот у нас студентка института, или вы не проходили пока практику на предприятии? Нет, у нас была только полевая практика, поэтому я не очень знакома с практикой на предприятии. Давайте тогда я начну отвечать на этот вопрос. Действительно, у нас в Казани достаточно много организаций, которые желают заполучить наших абитуриентов, наших студентов на практику. Наверное, это говорит о том, что у нас достаточно высокий уровень, и они уверены в наших выпускниках. Это и Министерство экологии, это и различные... Если мы говорим про почвоведение, то это Министерство сельского хозяйства. Ну, давайте я про все уж специальности, да, если это гидрометеорологи, то это со всей России к нам приходят заявки, приглашающие наших студентов на практику. Очевидно, надеясь, что потом наши студенты после окончания выберут именно их. Для кафедры почвоведения вообще работодатели выстраиваются в очередь. Действительно, то есть настолько эти специалисты ценны, их не хватает. Так что недостатка или проблем с устройством студента на практику у нас не возникает никогда. Как раз-таки у нас есть вопрос, касающийся кафедры почвоведения. Что, собственно говоря, изучают почвоведы в 2021 году? Вот что ждет абитуриентов? Так, ну, в принципе, почвоведение – это старейшая наука. Что изучалось раньше, изучается и сейчас. Но, естественно, мы соблюдаем, мы в курсе современных, так сказать, тенденций. Вообще почвоведение – это наука, изучающая почвы как природное тело. Значит, это какие-то закономерности, это деградация почв, это ее восстановление. Это с точки зрения фундаментального. Но сейчас, в последнее время, тоже с развитием ГИС-технологии, мы внедряемся, так сказать, в прикладной аспект – это сельское хозяйство. Значит, мы составляем карты обеспеченности элементов питания на полях севооборотов по районам республики. Вот. Затем предоставляем эти карты уже запрашивающим организациям. Вот. И уже по ним, соответственно, составляются у нас какие-то технологические мероприятия в самих организациях, по которым уже проводятся различные мероприятия. Вот. В целом у нас очень много дисциплин, которые изучаются на нашей кафедре. Если взять, допустим, с экологической точки зрения, это экология почв, а затем это агрохимия, зимнеделия, физика почв, химия почв. Вот. И перечислять можно бесконечно, то есть вот этот список. Вот. И, естественно, по окончании нашего направления студент, выпускник уже выходит полностью квалифицированный. Вот. И может работать действительно в различных организациях. Ну и как раз-таки следующий вопрос сюда же. А где работают ваши выпускники? Да. Ну вот, как уже отметил Тимур Инатович, значит, это Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Затем это НИИ сельского хозяйства. Вот. В данном случае очень востребованы у нас именно в таком исходе наши выпускники. Затем это агрохимслужбы различные, кадастровые палаты, значит, различные РКЦ, земля и так далее. Ну и частные организации, конечно, которые занимаются, ну, что-то есть у них непосредственно с почвой. Но еще у нас есть дисциплина, которая называется оценка качества продукции. И потом в дальнейшем, в принципе, по этой стезе тоже почвовед может идти уже вот в область именно по оценке качества продукции. Спасибо. И мы переходим к теме, которую я, в принципе, уже изначально обсуждал. Это магистратура. Какие направления есть в магистратуре на 2021 год? Куда можно поступить в институте экологии и природопользования? И здесь у нас тоже произошли изменения. Изменения произошли как в наборе специальностей, так и, ну, небольшие изменения, так и в количестве мест на каждой из направлений. Так, вот самая актуальная информация, что на экологии предупользования, системной экологии 18 мест. Экологическая безопасность – это 27 мест в этом году. Землеустройство и кадастры – 14 мест. И на почвоведение – 10 мест. Очень удачно у нас сегодня выбрана дата для инсталайфа, потому что сейчас вот в самом разгаре Олимпиада «Я магистрант», которая, по сути дела, является таким хорошим способом попробовать свои силы в поступлении в магистратуру на одно из этих направлений. А сейчас вот до 3 марта можно зарегистрироваться на портале «Буду студентом» и сдать экзамен на одно из этих направлений или на все эти направления. И таким образом пройти отбор заочного этапа, чтобы в апреле в очном этапе уже попытать свое счастье и набрать максимальное количество баллов. Что это дает? Если вы наберете более 91 балла, то вы будете в числе призеров, которые, как правило, решением конкурсной комиссии, им, как победителям Олимпиады, за экзамен выставляется 100 баллов. Или в число призеров, если вы наберете 75 баллов, и ваш результат также решением конкурсной комиссии может быть засчитан как результат вступительных испытаний. Таким образом, вы, в общем-то, лишите себя возможности сдавать этот экзамен летом, то есть предоставите себе возможность отдохнуть. Ну и как раз-таки вопрос про лето. Когда проходит прием на магистратуру? Он же получается немножко позже, чем бакалавриат. Да. Дело в том, что, конечно, прием документов, как и в бакалавриате, это с 20 июня по 25 июля, однако проведение вступительных испытаний внутренних у нас в университете планируется с 26 июля по 6 августа. И таким образом, публикация конкурсных списков произойдет 9 августа. И издание приказов о зачислении 11 августа, и вы уже точно будете знать, что вы поступили в нашу магистратуру. Вот поговорили про поступление бакалавриата, поговорили про поступление магистрантов. Что, собственно говоря, с социально-спортивной жизнью института? Где себя можно попробовать? Наверное, вопрос больше к тебе, Анастасия. У нас очень развиты творческие и спортивные направления. Ежегодно в начале года мы проводим такое мероприятие, как знакомство со студсоветом, где наши первокурсники знакомятся с нашими сферами деятельности и уже потом могут выбрать, чем они хотят заниматься, куда они хотят идти. Можно заниматься творчеством, есть музыкальная группа, можно пойти в актерскую труппу, где ребята готовят выступления на день первокурсника, студенческую весну. Можно танцевать, войти в команду хореографов, заниматься многими другими вещами. Можно попробовать себя в спорте и войти в одну из сборных института или даже попробовать войти в сборную КФУ. Социальная сфера у нас представлена волонтерским центром. Ребята ходят в приюты для животных, активно помогают. Также у нас есть подшефные пожилые люди. Ребята также помогают им покупкой продуктов, выполняют какие-то поручения по дому. Мы стараемся вести активные социальные сети, чтобы ребята понимали, чем вообще мы занимаемся и что институт – это не только обучение, но и яркая студенческая жизнь. Также у нас есть прекрасный экологический отряд, который вместе с республиканской командой будет чисто организовывать множество мероприятий на экологические тематики. Ты, в принципе, немножко сказала о том, что у тебя была недавно полевая практика. Собственно, это вопрос, который тоже волнует, думаю, многих. Как вот она проходит? Какая первая, самая запоминающаяся, наверное, практика для института? У нас это действительно была самая запоминающаяся практика, потому что она проходила дистанционно. Думаю, уже в этом году она пройдет в традиционном привычном формате на одной из практик нашего института, где студенты будут получать знания о… Ну, вот мое направление – это экология и природопользование. В основном, после первого курса – это какие-то биологические аспекты мы изучаем. Запоминающаяся она, наверное, действительно, потому что это все-таки жизнь в лесу, наедине с природой. Полевая практика очень сближает ребят, и это, наверное, уникальный опыт, потому что знания, те знания, которые ты получаешь на полевой практике, невозможно получить где-то, сидя, например, на парах в зданиях. Это очень интересно. На самом деле все ее с нетерпением ждут каждый год. Тимур Инатович, снова вопрос для вас. Что с местами в общежитиях для магистрантов? Будут ли они предусмотрены? У нас каждый год вообще в целом в университете у нас практически 100% обеспеченность общежитиями. В нашем институте, во всяком случае, затруднений таких не возникает. И как бакалавриат у нас обеспечен общежитиями почти на 100%, так и магистры, в общем-то, не испытывают недостатка. Давайте еще немножко поговорим о стажировках в зарубежных вузах для магистров, для магистрантов, будет вернее сказать, предусмотрены ли они? Программы стажировок и также перечень вузов, партнеров Казанского федерального университета представлены на сайте университета. Так, наши студенты тоже не исключение. Они постоянно пользуются такими возможностями. У нас в настоящее время в Японии, по-моему, находится студентка. У нас магистрант, мой подопечный, находится в настоящее время в Германии. Есть студенты, которые вот-вот приехали из Польши. То есть, в принципе, да, действительно такая активность проявляется. Это вполне возможно, реально. И эта перечень вузов, партнеров, в общем-то, постоянно пополняется. И возможностей для студентов становится больше. Есть у нас еще такой вопрос, который касается дней открытых дверей в оффлайн-формате. Он, наверное, немножко все-таки болезненный для нас сейчас. Будут ли они проходить в вашем институте? Они однозначно будут. И в настоящее время у нас перечень дней открытых дверей размещен на сайте. В нем пока фигурирует только два дня. Это 3 апреля и 20 апреля. Однако мы хотели бы, в общем-то, побольше и дать возможность абитуриентам. И нам посмотреть и познакомиться с абитуриентами. Поэтому мы однозначно число таких дней увеличим. И сделаем их действительно в гибридном формате. Даже не потому, что есть какие-то ограничения. А потому, что кто-то, может быть, издалека очень хотел бы к нам поступить. Хотел бы про нас узнать. Но не имеет такой возможности. Поэтому это будет оффлайн вариант, но с трансляцией. И таким образом мы, собственно, поделимся контактами. И вообще, пользуясь случаем, я призываю наших абитуриентов быть с нами на связи. У нас есть соцсети, есть сайт. Вы можете легко найти на сайте университета мой телефон. Можете позвонить, написать и получить все ответы на все вопросы. Большое спасибо за столь подробные ответы. А я напоминаю, что у нас в эфире был Инсталайф для абитуриентов. Сегодня у нас в гостях был Институт экологии и природопользования Казанского федерального университета. Оставайтесь с нами. Смотрите остальные Инсталайфи. Впереди еще много-много всего-всего интересного. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»